Журналисты БН приехали на южные рубежи Петербурга и осмотрели как готовые, так и строящиеся объекты этих мест. В рамках комплексного освоения территорий на Петерговском шоссе московская компания Glorox Development начала возводить жилой комплекс «Английская миля». Сейчас работы ведутся на нулевом этапе строительства. Этот объект вышел на рынок совсем недавно, три месяца назад. Разрешение на строительство первой очереди 34-го корпуса действует до мая 2017 года. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию – второй квартал 2017. Квартира реализуется по договорам долевого участия в соответствии с 214-м федеральным законом. Строительство будет вестись в три очереди. К 2020 году здесь построят разновысотные жилые дома от 8 до 10 этажей. Все здания кирпично-монолитные. Первая очередь будет состоять из 480 квартир от студий до трехкомнатных, включая европланировки. В английском стиле будут выполнены окна, высота которых составит 1 метр 80 сантиметров. Предусмотрено и благоустройство территории комплекса. Она будет закрытой и охраняемой. Во дворе выполнят ландшафтный дизайн в стиле классического английского парка, обустроят сегментированные по возрасту детские площадки, поставят напольные шахматы и даже оборудуют площадку для мини-гольфа. Концепция «двор без машин». Двор у нас полностью закрыт, охраняем, то есть дети могут спокойно отдыхать, играть со своими сверстниками, доступ во двор только для разгрузки и загрузки личного транспорта. Соответственно, машина подъехала, разгрузилась и выехала. В каждой из трех очередей английской мили предусмотрен подземный паркинг. Всего в комплексе будет 815 машиномест. Кроме этого, застройщик построит два детских сада, а на первых этажах домов расположатся коммерческие помещения. Жилой комплекс «Дважды-2» в Красном селе на Гатчинском шоссе строит компания «Тир». Семь из девяти этажей двух почти одинаковых панельных корпусов уже готовы. Комплекс вместит 378 квартир, студии и однокомнатные. Проект «Дважды-2» нами задуман в рамках концепции «Моя первая квартира». Это первое жилье для молодого человека, который только начинает свою карьеру, естественно, не располагает большими средствами, но, тем не менее, нуждается в отдельном жилье, и в этом мы готовы ему помочь. Застройщик возводит жилой комплекс «Дважды-2» на собственной земле. Благоустройство при домовой территории предусматривает отказ от традиционных детских площадок и скамеек в пользу максимально возможного количества парковочных мест. Во всех квартирах застройщик проведет чистовую отделку и установит сантехнику. Продажи квартир в этом комплексе из двух домов стартовали год назад. Разрешение на строительство действует до 22 декабря нынешнего года. К этому же сроку планируется ввести объект в эксплуатацию. Реализация квартир ведется в рамках 214-го федерального закона по договорам долевого участия. Собственной социальной инфраструктуры компания «Тир» тоже не возводит. Но все необходимое для жизни жильцы «Дважды-2» смогут найти в Красном селе. Здесь есть отделение почты, сбербанка, школа, детский сад, больница, кафе, ресторан, физкультурно-оздоровительный комплекс, сетевые универсамы, МФЦ и другие социальные досуговые учреждения. На Красносельском шоссе в поселке Горелого уже почти завершен жилой комплекс «Дудерговская линия-3» от корпорации «Ленрусстрой». Он состоит из 13 разновысотных панельных домов от 8 до 17 этажей. Проектом предусмотрен широкий выбор квартир от однокомнатных до трехкомнатных различных планировок. В этом жилом квартале из 13 домов осталось достроить один дом – корпус 6Б. Разрешение на его строительство истекает в октябре 2015 года. Дом планируется ввести в эксплуатацию до конца года. Реализация квартир ведется в рамках 214-го федерального закона по договорам долевого участия. Территория жилого комплекса «Дудерговская линия-3» благоустроена и озеленена. Здесь есть детские и спортивные площадки, места отдыха для взрослых. Планируется, что в ноябре первых посетителей примет детский сад. Сейчас его строительство уже заканчивается. Планируется, что детский сад будет передан на баланс Петербурга в октябре текущего года. Школа и поликлиника находятся на расстоянии от жилого комплекса примерно 10 минут. Совсем рядом большой торгово-развлекательный центр и гипермаркет известной торговой сети. Подземных паркингов проектом не предусмотрено. Парковка для автомобилей находится на территории домов. Сейчас ведется процедура по передаче земельных участков, на которых построены дома в Горелого, от Ленобласти Петербургу. Жители «Дудерговской линии-3» скорее всего смогут переоформить свидетельство о собственности на городское в конце следующего года. Недалеко от «Дудерговской линии-3» корпорация «Ленросстрой» приступила к строительству города-спутника Новогорелого. В будущем это место, скорее всего, получит статус отдельного поселка, так как проектом предусмотрено, что в этих домах будут проживать более 10 тысяч человек. Но пока ведется строительство лишь первого дома первой очереди проекта на 950 квартир. Проект возведения нового поселка Новогорелого стартовал недавно. Разрешение на строительство первого корпуса номер 27 было получено застройщикам в марте. Оно действует до сентября 2018 года. Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию первой очереди – сентябрь 2017. Квартиры реализуются по договорам долевого участия в соответствии с 214-м федеральным законом. В рамках строительства первой очереди возведут 8 жилых домов, школу, детский сад и поликлинику. В Новогорелого будет создано 5000 парковочных мест. Это и многоярусный паркинг, и открытые парковки, и полуподземные автостоянки. При том, что дома позиционируются как эконом-класс, застройщик обеспечит жильцам комплекса комфортные условия для проживания. Например, из подземного паркинга можно будет попасть прямо в дом. Кроме этого, застройщик построит административное здание. На первых этажах расположится помещение под коммерцию, которое смогут занять, например, банки, аптеки, магазины или кафе. Появятся новые улицы, променады, места для отдыха детей и взрослых. Линейка предложения квартир в Новогорелого довольно разнообразна – от студий до просторных трехкомнатных. Что касается транспортной доступности, то пробки возникают и на Петерговском, и на Красносельском шоссе. Альтернативных объездов пока нет. Возможно, транспортная ситуация здесь станет лучше, когда построят обход Красного села. Татьяна Козырева, Роман Рожков и Дмитрий Маклаков, БНТВ.